Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Алюния и Катюня. Все просто, но далеко-далеко не просто. В общем, вышел у них новый видеоролик. Печем очень вкусные булочки с семенами подсолнечника и маком. Ну и первое, ребятушки, что я сразу заметила. У нас появились новые поберухи. Да, ну теперь они в точности уже копировать стараются Уралочку и закрепили у себя в комментариях, значит, номер карты, чтобы им перекидывали деньги. Ну а что, ребятушки, монетизации у них не будет, потому что Алюня уже говорила, что ничего там не получается у них подключить. Поэтому теперь только карта. Даром они снимать не хотят. Теперь пусть хомяки открывают свои кошельки, поклонники Уралки, поклонники Алюни. И отстегивают им энную сумму за просмотры их. Слушайте, этого бреда. Ой, почему бреда? Потому что, ребят, ну на самом деле вот эти вот прелюдии, вот эти вот вступления настолько уже надоедают. Ну, не умеет она, ребят, не умеет она вести канал. Обязательно какие-то вот отмазки на пол видеоролика. Обязательно надо вот тарахтеть, тарахтеть. И опять готова была выскочить из своего этого платьюшка и фартушка, объясняя нам, что якобы ее уже достали комментарии, в которых пишут, что сколько можно там говорить про Полинку и ребеночка. Ну на самом деле, да, она правильно сказала, что это их жизнь, это их новый контент. Полина и Лялечка, да, появилась новая тема контента. И Аленечка будет еще тарахтеть и тарахтеть про Полину и малышку долго. Да еще и показывать ее будет. Ну, что вы думаете? Это еще только начало. По поводу карты, ребят. Ну, тут уже стало все на свои места, да. Явно, что у Алены там толком и клиентов нет, пациентов, которым она делает массаж, может, несколько человек. И есть там в месяц. И понятно, что денег не хватает, даром они работать не хотят. Но можно же найти и другую подработку. Но так проще. Проще выставить карту, чтобы бабулечки отстегивали от своей пенсии этой парочки. Боже, вот ни стыда, ни совести. Что у уралки, что у пиратов. Уже эти добавились. Наглющие-принаглющие. И, знаете, ну ладно, стримы. Стримы куда не шло. Как-то в Ютубе заведено, что если стрим, значит, ставят карту и, да, донатят. И к этому я уже говорила, что я отношусь более-менее спокойно. Если это не связано вот с таким поберушничеством, чтобы уже закреплять комментарии к видео, что якобы перечислили, чтобы деньги, да. Ну, еще порой пишут, что на развитии канала развивать как? Развивать как канал? Покупать подписчиков, комментарии, покупать рекламу. Ну, какое развитие? Понятно, что развитие финансового положения семьи, вот это да. Да, но никак не канала. Ну и дальше, ребятушки. Алюня, походу, посмотрела мой видеоролик. И, да, услышала замечание в свою сторону по поводу кювеза. Что называется кювез, а не этот, да, как она говорила, колпак или что она там говорила. И уже опять выскакивает из себя, готова из одежды выпрыгнуть, доказывая, что все она знала, все она знала. Да ничего она не знала. Такой вот она медик, что она элементарного не знает, а потом готова выскочить из своих платьев, халатов, чтобы доказать обратное. Ну и по поводу шкодное тоже, ребятушки, тоже. Ну, Олюшка, ну ты не придумывай, что у тебя пишут. Ну, хватит уже сочинять, хватит врать. Уже такая сказочница, уже хуже Уралки становишься, честное слово. Так и скажи, что у Вишенки услышала по поводу шкодное. Ну, не знаю, как там у них на Кубани и вообще в России говорят относительно шкодной. И шкодник нашкодил. Ну, у нас в Беларуси это означает очень вредный. Ну, вредный, а как в России, не знаю. И поэтому меня очень возмутило это слово шкодный. Думаю, ну как же, может, ребёнок родиться и ещё в Кювизе находиться и уже быть шкодным. Ну, в общем, как-то так. Ой, ребятушки, а дальше я прямо рассмеялась, как она заговорила моими словами, что каждый человек живёт по-разному, якобы все мы разные. Ну, конечно, Алюничка, ты уже прямо мои слова все заучила. Ты уже моими словами начинаешь говорить. Ребят, правда, мне так смешно в последнее время на неё смотреть. Вот как-то я стараюсь себя, наверное, перенастроить, чтобы не эмоционально воспринимать Алюню нашу с Катюней, а, правда, смотреть как юмористический сериал. В общем, ребятушки, 6 минут была прелюдия, как-то не очень длинно. Бывало по полвидеоролика, поэтому, ну ладно. Здесь уж больше она мне отвечала, нежели кому-то, поэтому я ей это прощаю. Ну, а дальше уже про булочки. Пока Алюня замешивала тесто, она попросила к Алюне за кадром поздороваться. Ну, потому что он уже был в халате и прям такой стеснюлька стеснялся показаться. Ну, Калюня поздоровался, да, всем привет, пишите комментарии. А Алюня тут же похвасталась, что комментарии просто замечательные, просто там идеальные, да, Алюнь, потому что все негодные комментарии вы чистите тут же. Да, Калюня у вас хорошо работает дворником, а после работы душ принимает и одевает халат. Ну, а потом, ребятушки, уже Калюня не стеснялся, потому что там стал помогать Алюне что-то с духовкой и уже показался в халате, поздоровался и дальше уже не стеснялся. Ну, а Алюня у нас уже формировала булочки и какие-то они странные у нее почему-то получились. Думаю, что же с них выйдет, когда она достанет их из духовки. А Калюня все приговаривал, что вот это настоящие булочки, то, что надо, то, что надо. Да, Калюня, то, что надо тебе. А по сути, хочу сказать, ребятушки, что какие-то булочки получились похожие на блины. Я понимаю, булочки должны быть пухлые, которые, знаете, такие пышные, а у них по противню растеклись они и стали похожи на блины. Ну, Аленюшка у нас показала, что такие красивые булочки, да, вот такие вот получились и что, конечно же, они намного будут вкуснее, чем булочки из магазина. Ну, и опять там вышло у нее аж два противня и, наверное, потом опять скажет, что и брату занесет, и Колиным родителям, и Полинке. Ну, мы знаем, что Аленя у нас тоже любит сладенькое, она сама об этом говорила. Но, знаете, хоть не отмазывается, что она не ест, как уралка. Эта уралка у нас обычно говорит, нет, все сафарику, все сафарику. А эта спокойно говорит, что на диете она не сидит, она и ест, и ест, и жареная, и сосиски ест. Кстати, показала Семеном, показала, наверное, мне, да, что кормит прям с рук. Аленя, ты меня не убедила. Кормить кота сосисками, да такого красивенного кота и сосисками, вон у меня прям на экране похожий Семен, то это я уж не знаю. Ешь ты сама эти сосиски. Кот должен есть кошачью еду, а сосиски – это не еда, а отрава котам. Я даже на улицу сосиски котам не выношу. Только могу в экстренном случае, если вдруг у меня закончился корм, и я понимаю, что кошаки останутся голодными только тогда. И в основном это больше ливерка, нежели сосиски. А светофоровскими сосисками кормить кота – это только на погибель. И я понимаю, почему Семен такой худющий. А вообще, ребят, ну, видеоролик же ни о чём. Как будто никто не умеет печь булочки. Как будто все такие безрукие, не умеют этого делать. Обязательно надо пойти на канал Алене и Катюне, чтобы посмотреть, как нужно правильно замешивать тесто, как правильно печь. А в итоге там не булочки получились, а блины. Ну, в общем, мои хорошие, как-то так. Ну, и на Ютубе у нас появились новые поберухи. Да, новые поберухи. И удивительно, что она не сказала про номер карты, не отчиталась, зачем прикрепила в комментариях. Раньше же, по-моему, у неё был номер карты только в описании канала. Ребятушки, я буду заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.